Глубоко уважаемый Андрей Владимирович, я должна согласиться с народным артистом Броневым и с Григорием Гориным, который, собственно говоря, вложил в его уста эти замечательные слова. Потому что чем больше мы знаем, тем отчётливо мы понимаем, что, в общем-то, наши знания достаточно ограничены. И вместе с тем сегодняшняя неврология, сегодняшняя нейрохирургия немыслима без наших лучевых исследований. И я постаралась на слайде как-то обобщить представление о том, что же характерно, чем характеризуется лучевая диагностика сегодня. И, конечно, мы можем гораздо больше, мы можем лучше делать наши исследования, получать информацию в более краткие сроки и, конечно же, более достоверную информацию. При этом очень серьёзную роль играют вот все те позиции, которые отражены на слайде. Это, конечно же, и улучшение качества изображения, причём это касается абсолютно всех наших модальностей, в том числе и позитронно-эмиссионной томографии. И, конечно же, наша вот эта тяга к точным воспроизводимым данным с возможностью количественной оценки и, конечно же, мультимодальные решения. И, естественно, нейрорадиология, она вся зиждется, по сути дела, на трёх китах. Это компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и позитронно-эмиссионная томография. Применительно вот именно к исследованию головного мозга, безусловно, компьютерная томография занимает совершенно определённую нишу. И до последнего времени вот эта ниша становилась всё более и более такая узкая, локальная. И мы, по сути дела, отводили роль компьютерной томографии в вопросах исследования, ну, скрининговых исследования при черепно-мозговой травме, исследования при ишемическом инсульте, вообще при инсультах, при кровоизлияниях. Но сегодня всё-таки наши взгляды несколько меняются, и компьютерная томография, в общем, по сути дела, удивляет нас. Итак, что же действительно на сегодняшний день важно в компьютерной томографии? Это качество, это возможность одномоментной визуализации и скорость исследования. То есть всё то, что превращает сложные исследования в рутинные и вместе с тем параллельно упрощает их. Очень важным является расширение диапазона динамических исследований, что позволяет, в общем-то, за один прогон собрать максимум необходимой информации. Это количественная оценка перфузии во всём объёме, отдельную роль, отдельное место в клинической практике, в том числе в нейровизуализации, занимает двуэнергетическое сканирование. Конечно же, это интервенционные модули, взятие биопсии, проведение абляции – это реалии сегодняшней компьютерной томографии. Я позволю себе несколько слов сказать о двуэнергетическом сканировании, которое возникло не сегодня, не вчера, и которое прошло уже очень серьёзную эволюцию. Что же важно для компьютерной томографии сегодняшнего дня, для клинической практики? Это то, что, конечно же, двуэнергетическое сканирование позволяет проводить спектральный анализ тканей с определением эффективного атомного числа химического элемента. То есть сказать – это йод, это кальций. При этом количественное определение в объёме является крайне важным. Параллельный эффект, который был достигнут – это устранение артефактов от металла. Крайне важным является то, что мы отошли от наших канонических представлений, что сначала мы выполняем нативные исследования, а далее вводим контрасты уже с контрастом или параллельно с введением контраста проводим исследования. Так вот, двуэнергетическое сканирование позволяет выполнять исследования сразу с внутривенным контрастированием, а дальше выстраивать виртуальные нативные изображения, что для нас с вами, как мы понимаем, очень важно, потому что это щадящее отношение к ресурсам трубки, щадящее отношение к пациенту в плане лучевой нагрузки и, конечно, укорочение вообще всего исследования. Ну и необычайно важным является графическая обработка данных. Буквально несколько примеров. Выраженные артефакты, обусловленные эклипсой, которая была наложена на ножку гигантской аневризмы, вот эта мешочатая аневризма, исследования выполнены как раз в формате биоэнергетического сканирования. Или вот исследования одномоментно, вот сразу с внутривенным контрастированием, и за счёт вычленения спектрального анализа с выделением йода мы можем сказать, что вот это сосуд, а вот это обозвеслённые атеросклеротические бляшки. Вот я не знаю, до какой степени мне удастся, но, судя по всему, не удастся, вот если бы как-то можно поставить мышку вот на это изображение. И запустить, или нет? Вот, давайте попытаемся запустить. Кликните. Ага. Вот видите, есть субстракция. Стоп, 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 проскочили, да? Давайте ещё раз попытаемся. И когда я скажу стоп, вы постарайтесь сделать стоп. Стоп. Ну вот то, что удалось нам увидеть, гораздо лучше мы видим вот ту самую зону ишемии, которая имела место быть. Ещё одно крайне интересное приложение вот этого биоэнергетического сканирования – это возможность дифференциации. Вот этот резко гипертенсивный фрагмент, что это такое? Это водорастворимый, её содержащий контраст в ликваре, или же это плотная костная ткань? Вот за счёт такой цветовой дешифровки, если угодно, изображений, когда это очень важно и очень понятно. Конечно же, в ситуациях, когда мы ищем источник, вот причину той ликвареи, которая имеет место быть, то есть фистулы. Опять же-таки, очень интересные перспективы открываются в вопросах дифференциальной диагностики в результате применения биоэнергетического сканирования. Вот нативная компьютерная томография, и мы очень хорошо видим вот эту зону гипертенсивную в области ствола головного мозга. Дальнейшие уже наши изыски позволяют уверенно сказать, что то, что мы видим, это, безусловно, проявление небольшого, но кровоизлияния, но никак не обозвестления, что иногда бывает необычайно сложно. Вот еще один вариант тоже дифференциальной диагностики изменений, локализующихся в области червя-можечка. Очень сложно бывает уверенно сказать, собственно говоря, что это такое. И вот сопоставление пар, и йодистой, и водной пары, и позволяет уверенно говорить, что то, что мы видим, это патологическое образование, и более того, графически все это подкрепить, эти представления. А вот в этом случае, несмотря на то, что идентично было по нативным изображениям, не что иное, как кровоизлияние. И в этом смысле наш поиск и попытки анализа, что же дает двоэнергетическое сканирование, еще в самом-самом начале пути. Магнитно-резонансная томография. Безусловно, когда мы говорим о неврологии и нейрохирургии, именно этот метод является методом выбора. И мы с вами знаем и положительные стороны магнитно-резонансной томографии, и отрицательные. И очень важный момент – это, конечно, то время, которое требуется на выполнение полноценного исследования. Как строится сегодня исследование любого пациента, независимо от того, какой орган, какая система, какие ткани мы исследуем? Мы… Вот то, что только что обсуждалось в изумительной совершенно презентации Натальи Викторовны. Вот мы делаем Т2 взаимоперпендикулярных последствий, дальше мы ФЦ делаем, затем мы делаем контрастирование, а потом мы еще что-то делаем, диффузионно взвешенные изображения и так далее, и так далее, и так далее. Вот одно за другим, одно за другим. И это все, конечно, действительно крайне затратно по времени. А сейчас предложены иные подходы. Причем они предложены, по сути дела, несколькими разработчиками, лидерами среди разработчиков, когда сразу собирается некий массив данных, данных, а дальше уже в рамках постпроцессинга вычленяются, воспроизводятся, восстанавливаются те или иные типы взвешенности. Таким образом, как вот здесь из одной большой картины восстанавливается тот или иной фрагмент. Что это нам дает? Это дает колоссальный выигрыш во времени. И то, что раньше требовало по меньшей мере 15-20 минут, сегодня может быть выполнено в течение 5 минут. Важно? Безусловно, важно. И мы понимаем, что это открывает дополнительные диагностические возможности в тех случаях, когда речь идет о исследовании тяжелых пациентов, ургентных пациентов, пациентов, предположим, с острым ишемическим инсультом. Очень интересные возможности открыл для нас сайлент-скан. Вот эти тихие сканы. Мы все знаем, как грохочут наши томографы. Причем это до такой степени, что бывает, слава богу, не часто, но бывает, провоцирует припадок у пациента с эпилепсией. И вот эти тихие сканы. Так вот, наряду с тем комфортом и, в общем-то, безопасностью, которую влечет за собой использование этого программного обеспечения, оказались очень серьезные дивиденды в плане качества полученных изображений. Они более качественные. Это касается не только обычных изображений, но и диффузионно-взвешенных изображений. При этом, возможно, более четкое структурное изображение DVI, и очень серьезные возможности открывается так называемый фокус DVI. То есть, когда мы получаем DVI-изображение, по сути дела, с высоким пространственным разрешением. Они по своему качеству практически не уступают тому, что мы видим на приобычных исследованиях. Вот применение сайлен-скан у пациента с лакунарным инсультом ствола. Вот он виден на Т2-взвешенном изображении, на DVI и на фокус-скан, как прекрасно мы видим эти изменения. Для магнитно-резонансной томографии вечной проблемой была дифференциация кальций-не-кальций. И, конечно, новая эпоха пришла к нам с появлением и с ВИА, и с ВОН, и импульсной последовательности. Я перечислила то, как это называется у разных производителей. Ведь коварство вот этих обозвестлений при магнитно-резонансной томографии заключается в том, что теоретически мы с вами понимаем кальций, значит, отсутствие протонов водорода и отсутствие сигнала, зоны резко гипоинтенсивной. Так вот, кальций же может быть не в чистом виде, это могут быть белково-кальциевые комплексы. И тогда при наших исследованиях мы видим в зонах, это один и тот же пациент, где отчетливо наблюдали обозвестление при компьютерной томографии, участке отнюдь не отсутствия сигнала, а наоборот повышенного патологического гиперинтенсивного сигнала. И до последнего времени у нас, в общем-то, не было никакой возможности адекватно справляться с этой ситуацией, пока не появилась вот и связь, ВОН, импульсная последовательность. Вот позвольте проиллюстрировать таким наблюдением. Пациент с выраженным атрофическими изменениями в веществе головного мозга и в белом веществе правой гемисферы большого мозга мы видим мелкие очишки, которые мы с вами бы, увидев вот такое изображение, сказали бы, да, есть. Но, судя по всему, пациент отнюдь не младенческого возраста. Я думаю, что это, в общем, вполне бы вписалось в представление о возрастной норме. Ну вот флеер, Т2 флеер, и мы видим больше. Мы видим эти очаги, и ещё участок, очень напоминающий сосуд. Градиентное эхо позволяет уже более уверенно визуализировать венозную ангиому. И вот в полной красе венозная ангиома визуализируется именно на изображениях, взвешенных по магнитной восприимчивости. Это, конечно, очень хорошо для визуализации всевозможных аномальных сосудов, крови, микрокальцинатов, и имеет соответствующее применение в том или ином разделе нейрорадиологии. Вот посмотрите, артерия венозная мальформация, как это выглядело на Гре, на которую мы не то что молились до последнего времени, но которая играла очень серьёзную и важную роль в диагностическом процессе. Вот как мы видим эту же самую мальформацию на постконтрастном изображении и прекрасные возможности, открывающиеся при использовании SWON-SVI импульсной последовательности. Более того, оказалось, что эти импульсные последовательности очень хороши в плане визуализации ранней геморрагической трансформации ишемического инсульта. Но то, что это ишемический инсульт, у нас с вами нет сомнений. Так ведь мы с вами понимаем природу этих изменений. И вот появление зон резко гипоинтенсивных свидетельствует на SWON-И импульсной последовательности, свидетельствует о том, что мы имеем дело именно с признаками ранней геморрагической трансформации. А что это значит? Это значит, что все процедуры, связанные с тромболизисом, они весьма и весьма чреваты неприятными последствиями. На сегодняшний день, благодаря именно этому программному обеспечению, мы уверенно проводим дифференциальную диагностику между микрокровозлиянием и кальцинатом. При этом для микрокровозлияния, вот, к сожалению, здесь плохо видно, характерен центр гипоинтенсивный и гиперинтенсивное кольцо. И иная картина наблюдается при кальцинировании, при обызвестлении. Вот, пожалуйста, синдром Штурги-Вебера. И мы видим там, где, собственно говоря, мы ожидаем увидеть, в теме на затылочной области, вот, в правой теме на затылочной области, зона и атрофии, и мощных обызвестлений. И кальцинат об этом свидетельствует, вот, своноимпульсная последовательность, которая позволяет хорошо увидеть гипоинтенсивный ободок по периферии, а перфузионные исследования, которые на сегодняшний день для нас являются, ну, буквально, нормой жизни, когда мы проводим дифференциальную диагностику, когда мы оцениваем эффективность комбинированной терапии глиальных образований головного мозга, мы обязательно выполняем перфузионные исследования. Так вот, перфузия позволяет говорить о резком снижении перфузии в зоне интереса. У этого пациента с энцефалотрегуминальным ангиоматозом, то есть синдромом Штурге-Вебера, мы видим также изменения супротентериальных отделов головного мозга. Посмотрите, как это выглядит на разных типах взвешенности. И именно своноимпульсная последовательность с фазовым кортированием позволяет уверенно сказать, что то, что мы видим, это обызвестление. Новообразование демонстрирует разные паттерны. Вот микрогеморрагии, микрокальцинатов, артериевенозных шумтов в зависимости от гистероструктуры опухоли. Вот как выглядит в случае олигодендроглиомы, и совершенно иная картина наблюдается в случае глиобластомы. Рассеянный склероз, очаги демилинизации также характеризуются совершенно определенным паттерном. И вот при фазовом кортировании мы очень хорошо видим, как по периферии вот этого очага множественные-множественные микрокальцинаты. Вот они отчетливо визуализируются. И надо сказать, что именно эти подходы позволяют сказать, что возможно, очень может быть, что теория зомбония с венозным застоем и с микрокровозлияниями, как следствие этого микрокальцинатами, имеет очень серьезную, такую фундаментальную подоплеку и базис. Прекрасно видим это наблюдение. Вот это было подарено коллегами из Венского университета, где установлен семитословый магнитно-резонансный томограф. И мы не просто видим очаг демилинизации, мы очень хорошо видим центральную венулу. Собственно говоря, вот она причина той катастрофы, которая развивается в веществе головного мозга у пациента с рассеянным склерозом, и называется демилинизация. И совершенно иную картину будут демонстрировать свон и своя импульсная последовательность в случае абсцесса. Вот такое слоистое строение является подгномоничным именно для этого патологического состояния. Ну и что в целом можно сказать о импульсных последовательностях, чувствительных к магнитной восприимчивости? Вместе с тем, несмотря на великолепные совершенно возможности, высокая чувствительность к артефактам неоднородности магнитного поля, выраженный субъективизм, то, что характеризует на сегодняшнем этапе. Но мы понимаем, что мы сегодня занимаемся накоплением знаний. И, конечно, еще многое впереди в плане осмысления и переосмысления получаемых данных. Но, должно сказать, что мы фактически у всех пациентов на сегодняшний день в стандартный протокол исследования включили свон и своя импульсные последовательности. И это существенно расшило спектр наших находок, прежде всего мелких сосудистых мальформаций. Мы с вами знаем, что чувствительность магнитного поля определяется несколькими факторами. И, в том числе, очень важным для нас – это контрастирование. И более того, контрастирование, как важный фактор расширения наших возможностей, было понято очень быстро после появления первого сканера. Уже спустя год появился первый контрастный препарат. Сейчас мы работаем с колоссальной линейкой контрастных препаратов, которые мы вводим совершенно по-разному. И не останавливаясь долго на этой теме, она, в общем, вполне понятна и очевидна. Я только хочу продемонстрировать роль внутривенного контрастирования следующим наблюдением. Пациент с спутанным сознанием, с субфибрилитетом, с повышенной потливостью, с кашлем, с выраженной слабостью. В связи с того, что у него спутанное сознание попало на магнитно-резонансную томографию, и в базальных отделах головного мозга мы видим на Т2 взвешенном изображении зоны патологической интенсивности, вот Т1 взвешенное изображение. Мало что нам даёт, вводим контрастное вещество, видим картину, которая является, по сути дела, патагномоничным. Мы понимаем, что то, что мы видели на Т2 взвешенном изображении и не видели на Т1, отражает фактически блокирование супрацеллярной цистерны воспалёнными оболочками головного мозга. Более того, эти воспалённые оболочки, как муфта, окутывают ствол головного мозга. Смотрите, что делается в межножковой цистерне, в охватывающей цистерне. В процесс вовлечены латеральные щели головного мозга. Но вместе с тем, картина вот этого контрастированная, она очень своеобразна. Мы видим зоны патологической интенсивности с центральным участком, не накапливающим контрастное вещество. И вот одного этого нам вполне достаточно для того, чтобы со стопроцентной уверенностью сказать, что то, что мы видим, это нейротуберкулёз, это базальный классический менингит. Вместе с тем, как бы мы не любили внутривенное контрастирование, как бы мы не стремились к нему, к сожалению, возможности этой технологии не безграничны. Вот, пожалуйста, патологическое образование в левой гемисфере большого мозга, неоднородной структуры с выраженным перифокальным отёком, Т2, Т2-флеер, импульсная последовательность, демонстрирующая коронуэффект на постконтрастном изображении. Вот мы очень хорошо видим это периферическое кольцевидное накопление контрастного вещества. Диффузионно взвешенное изображение демонстрирует нам очень неравномерную, неоднородную модель. И вот тоже очень похожее наблюдение в области таламуса левого, зона патологической интенсивности, округлой формы с выраженным перифокальным отёком, Т2, Т2-флеер, с неоднородной структурой, демонстрирующая тоже коронуэффект, кольцевидное усиление. Но при выполнении диффузионно взвешенных изображений мы отчётливо видим вот такую однородную модель гипоинтенсивного сигнала, вернее, гиперинтенсивного сигнала, что уверенно позволяет нам дифференцировать два состояния. И если это абсцесс, то внизу, безусловно, глиобластома. Вот такая рестрикция диффузии наблюдается только при абсцессах, когда мы говорим о патологических образованиях головного мозга. И наша с вами вечная проблема, вот этот баланс, что лучше делать, ГТ, МРТ или, может быть, ПЭТ. Если компьютерную томографию, то какой компьютерный томограф? Если магнитно-резонансная томография, то какая напряжённость поля будет необходима или достаточно? Стандартные или импульсные последовательности, или расширенный набор опций? Нативные изображения или с внутривенным контрастированием? Это всё является задачей, которая стоит перед врачом-рентгенологом. И сегодня мы понимаем, что только мультимодальный подход позволяет ответить на поставленные клиницистам вопросы. И то, к сожалению, не всегда. А уж и нейроонкология, это тем более. Ну вот, посмотрите исследование пациента с патологическим образованием в левой гемисфере большого мозга. Вот мы отчётливо видим эту зону с элементами кровоизлияния, с выраженнейшим масс-эффектом, с накоплением контрастного вещества и с проявлением при этом зон множественных, зон некроза. Мы понимаем, что речь идёт, конечно же, о патологическом образовании с высокой степенью анаплазии. И далее перфузионные исследования позволяют нам выявить признаки гиперперфузии. Что это такое? Это, безусловно, злокачественная глиома. Скорее всего, это глиобластома. И вот иная ситуация. Когда у пациента, который лечился по поводу анапластической астроцитомы, и мы отчётливо видим пороэнцефалическую кисту, наблюдается ухудшение состояния, спутанность проблемы с памятью, головная боль, возможно, спутанность сознания. И при магнитно-резонансной томографии мы видим накопление в зоне интереса в виде такого узла. Что это такое? Только по обычным исследованиям, только по сконтрастному изображению не можно провести дифференциальную диагностику, потому что вариантов-то у нас достаточно много. Это может быть и продолженный рост, это может быть и лучевой некроз, и как разновидность лучевого некроза, это может быть псевдопрогрессия. Что нас вручает? Нас, конечно же, вручают перфузионные исследования, которые свидетельствуют, что в зоне интереса наблюдается не что иное, как гипоперфузия по сравнению с контрлатеральными отделами головного мозга. Что это такое? Это, безусловно, лучевой некроз. И в последнее время мы всё чаще и чаще используем в клинической практике спектроскопию. Конечно, эта технология в полной мере ещё не вышла из тех научно-исследовательских лабораторий, но вместе с тем она нам, бывает, очень помогает. Когда помогает? А помогает в случае дифференциальной диагностики лучевого некроза, вот как, предположим, лучевого некроза, или помогает в случае дифференциальной диагностики метастаза и глиобластомы, в случае солидного метастатического поражения необычайно сложно бывает провести дифференциальную диагностику. Так вот, модели изменения спектра в перифокальной зоне у глиобластомы и у метастаза будут различные. Позвольте то наблюдение, которое я только что показывала, речь шла о злокачественной глиоме и исследование спектров в этом же случае. Что мы видим? Мы видим резкую депрессию нейронального маркёра N-стил аспартата, при этом маркёр клеточных мембран холин резко стремится вверх и лепит лактатные комплексы, свидетельствующие о том, что вещество головного мозга буквально распадается. И что бы там мы ни видели, да, вот тут картина постконтрастная, она очень яркая, тут мы видим и мыльные пузыри, и бог весь что, и соль с перцем можно найти, если угодно. Я сейчас перечисляю характеристики, которыми обычно описываются разные варианты лучевого некроза. Так вот, именно спектры нам говорят о том, что это не лучевой некроз. Ну, так же, как и, кстати говоря, перфузионные исследования. Так вот, спектры говорят, что это не лучевой некроз, потому что в случае некроза будет депрессия абсолютно всех спектров. Они будут все стремиться к изолении. А здесь мы видим выраженный пик холина, то есть активация клеточных мембран. И сегодня наше представление о дифференциальной диагностике новообразования головного мозга, определение степени анаплазии, они базируются на выполнении и постконтрастных изображений, и диффузионно-взвешенных изображений, и перфузионных исследований, и спектроскопий. И в таком случае нам действительно удается проводить дифференциальную диагностику. Функциональная магнитно-резонансная томография нашла свое место в нейроонкологии, поскольку она позволяет дифференцировать функционально значимые зоны. А значит, нейрохирург понимает, туда ходить нельзя. Последствия могут носить катастрофический характер для этого пациента. И уж вот эти все наши каноны со времен Гиппократа «не навреди» оказываются нарушены. Вот в данном случае речь идет о 9-летнем ребенке. Слуховой речевой тест на различение согласных букв. И вот мы хорошо видим зону опухолевого роста. Вот это объемное образование. И мы видим, что непосредственно к опухолевому узлу предлежит как раз функционально значимая в этом плане зона. Что отсюда следует? Отсюда следует, что радикальное выполнение операции в данном случае, к сожалению, невозможно. В идеале, конечно, замечательно, если функциональное МРТ дополнено и диффузионно-тензорными исследованиями с трактографией. Тогда мы видим не только опухолевый узел, но и функционально значимые тракты, а также функционально значимые зоны головного мозга. Это, конечно, незаменимое на сегодняшний день подспорье для нейрохирургов. Итак, магнитно-резонансная томография обладает целым рядом великолепных преимуществ. Это касается высокой тканевой чувствительности и идентификации тех или иных анатомических деталей. На сегодняшний день МРТ более чем доступна. И более того, МРТ сегодня – это еще и попытки каких-то функциональных исследований, это и молекулярная оценка изменений в зоне интереса. Но вот эти все возможности, они очень неоднородны, они крайне неравномерны. И если говорить о функциональных исследованиях, о молекулярных исследованиях, то, конечно, позитронно-эмиссионная томография очень существенно опережает возможности магнитно-резонансной томографии. И ПЭД является совершенно необходимым компонентом сегодня в нейровизуализации, особенно визуализации в нейроонкологии. Вот еще одно наблюдение. Обширный опухолевый узел визуализируется на постконтрастном изображении. Мы видим проявление гиперперфузии в зоне опухолевого роста. Но кроме этого, если выполнить позитронно-эмиссионную томографию, то фиксация метианина отмечается не только в области вот этого громадного узла, но и в левой лобной доле. Вот мы видим. Причем индекс накопления, индекс фиксации очень большой. Он более двух единиц. И если посмотреть перфузионные характеристики, то окажется, что в зоне интереса, а это вот красная как раз линия, красная кривая, наблюдается гиперперфузия. Что это значит? Это значит, что только одним вот опухолевым узлом, к сожалению, патологический процесс в данном случае не отграничивается. Также зона опухолевого роста, расположенная в левой лобной доле. Там, где на постконтрастных изображениях, мы и предполагать не можем никакие патологические участки. Таким образом, в нейроонкологии сегодня обычные изображения, к обычным мы относим уже это два флеер-импульсную последовательность, и постконтрастные изображения. В данном случае нет накопления контрастного вещества. И трактография с обрывом трактов белого вещества в зоне интереса, спектроскопия, которая свидетельствует о том, что есть изменения метаболических характеристик, но они своеобразные. Есть депрессия энстилоспортата, но незначительная. Есть рост холина, но тоже незначительная. Соответственно, соотношение энстилоспортата к холину не будет крайне-крайне низким. Всё это в совокупности позволяет нам говорить о том, что мы имеем дело с доброкачественной глиомой. И фиксация метионина в зоне опухолевого роста, вот индекс накопления 1,16, подтверждает наше представление. Но всё-таки молекулярная визуализация, как мы с вами сказали, это не в такой мере МРТ, а, конечно же, это позитронная эмиссионная томография, однофотонная эмиссионная компьютерная томография. Но совершенно очевидно, что каждая из их технологий имеет свои плюсы и свои минусы. И, конечно, если говорить о пространственном разрешении, то позитронная эмиссионная томография существенно уступает, но, по крайней мере, уступала до последнего времени, до последних разработок. Вот в качестве примера высокого пространственного разрешения я привела эту картину Ван Гога, поле цветов около Арля, и низкое пространственное разрешение – это изображение зыбких вод сены. Я думаю, что если бы не было написано, что это сены, никто бы даже и не догадался, что это вода. Это может быть какой-то там лук где-то там у горизонта, всё что угодно. Итак, низкое пространственное разрешение, очень сложная анатомическая детализация. Но вот буквально последние несколько лет производители оборудования демонстрируют ПЭТ высокой чёткости с высоким пространственным разрешением. Поскольку физический принцип, физико-технический принцип получения изображения при ПЭТ изменить нельзя, то, значит, это идёт какой-то особый продвинутый постпроцессинг, который позволяет получать изображение, позволяющее уверенно дифференцировать те или иные анатомические детали. Крайне важным является для ПЭТ также сокращение времени исследования и снижение лучевой нагрузки на пациента. И первоначально, конечно же, ПЭТ объединяли с компьютерной томографией в попытке нивелировать вот это низкое пространственное разрешение и точно установить, в каком же анатомическом образовании мы видим те или иные метаболические изменения. Вот сейчас мы говорим о том, что оптимальным, наверное, всё-таки является сочетание позитронно-эмиссионной томографии с магнитно-резонансной томографией. И тогда вот эта диаграмма, она носит так удивительно полный и законченный характер. Понимание, наверное, в большей степени эмпирическое того, как хорошо бы соединить МРТ с ПЭТ, нашло первоначальное своё выражение в попытках чисто механического соединения МРТ и ПЭТ-изображений, что представлено на этом экране и позволяет уверенно сказать, что опухолевый рост, продолженный рост вот здесь наблюдается, в этом фрагменте гиперинтенсивного сигнала. Но буквально вот в 2015 году и у нас вот на Конгрессе Национального общества нейрорадиологов, который прошёл в начале июля месяца в Санкт-Петербурге, демонстрировалась, была презентация как раз нового ПЭТ, совмещенного с МРТ, который позволяет одномоментно проводить и позитронно-эмиссионную томографию, и МРТ. И это, конечно, даёт потрясающие совершенно дивиденды, дивиденды. Что же это? Отсутствует облучение, уменьшается доза вводимого радиофармпрепарата, возможность исследования дозы чувствительных пациентов, это женщины детородного возраста, дети, пациенты, кстати говоря, прежде всего, онкологического профиля, который требует частого проведения исследований. И вот одномоментное проведение МРТ и ПЭТ, конечно же, это удивительные возможности преследования пациентов с деменцией, с нейроонкологией, пациентов с эпилепсией. И я бы хотела проиллюстрировать возможности именно этой технологии. У нас её в России ещё нет, говорят, что Вероника Игоревна Скворцова к себе покупает как раз такой томограф. Уж не знаю, чем дело закончилось. Вот, пожалуйста, оценка эффективности терапии глиомы головного мозга. До начала лечения и после начала лечения фиксация радионуклида по ходу стенки постоперационной полости. И вот как хорошо мы видим на вот этом как раз совмещенном ПЭТ-МРТ изображении. И полечили, и вот такой фиксации препарата радионуклида мы уже не видим при контрольном лучевом исследовании. Вот возможности, конечно, исключительные, потому что в один и тот же момент времени выполняется ПЭТ с метионином, тут же выполняется трактография, протонная спектроскопия, выполняется трактография, одномоментно выполняются перфузионные исследования. Конечно, опции совершенно удивительные. Вот ещё один случай возможности исследования в динамике и в динамике оценки эффективности проводимой терапии. И вот первоначально, до начала исследования мы видим зону фиксации радионуклида. И в дальнейшем, уже спустя год, мы понимаем, что то, что нам так не нравилось на рутинных изображениях, в общем, роли никакой не играет, так же, как не играет то, что не копила вот эта зона контрастного вещества. Спустя год мы видим увеличение в размерах зоны, фиксирующей метионин. Мы понимаем, что, да, действительно, есть зона патологической интенсивности на Т2-флеер. И, наверное, можно говорить о том, что появился какой-то участок, накапливающий контрастное вещество. Но, как уже мы сказали, удивительные возможности открываются при одномоментном проведении функциональной МРТ и позитронно-эмиссионной томографии. Как было выполнено в данном случае, речь идёт об исследовании пациентов с депрессиями. То есть психиатрия, конечно, очень многого ждёт от такого рода исследований. И в нейрорадиологии, вообще в неврологии, нейрохирургии, несомненно, интероперационная визуализация также весьма и весьма важна. И сегодня мы говорим об интероперационной компьютерной томографии, интероперационной магнитно-резонансной томографии. И очень далеко шагнуло интероперационно-ультразвуковое исследование. При этом отсутствие всевозможных кабелей между датчиком и моноблоком, наличие аккумуляторов, всё необычайно облегчает работу на этих аппаратах. Итак, современные возможности нейровизуализации – это междисциплинарный подход, это мультимодальные решения, интерактивное познание, быстро меняющиеся технологические возможности и базисное представление. И всё реализуется в современных комплексных решениях. Я благодарю вас за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ